Открытый диалог с Александром Непомнящим Наш эфир продолжает очередная встреча с Александром Непомнящим. Здравствуйте, Александр. Добрый день. Здравствуйте, Сергей. Давайте наметим план нашей программы на сегодня. В первой части вы сделаете обзор событий, происходивших в Израиле за последнюю неделю. А уже после перерыва у наших радиослушателей будет возможность позвонить в эфир, задать вопрос и пообщаться. Хорошо? Делаем и начнем нашу передачу действительно с обзора тех событий, которые произошли вокруг Израиля и которые в значительной мере, в общем, и с одной стороны показывают, где мы сейчас находимся, и с другой стороны достаточно четко определяют, куда мы движемся. Итак, действительно, три дипломатических события, которые я бы хотел сегодня затронуть и прокомментировать, которые очень четко и ясно показывают нам, где сейчас Израиль, точнее, как раскладываются силы вокруг Израиля вот в свете выборов, прошедших в США, которые, как мы знаем, до сих пор не закончены, и итоги их, в общем, неизвестны. Ну, во-первых, во вторник администрация палестинской автономии, мы успели уже забыть о том, что такая существует, но они, к сожалению, еще существуют, объявили о том, что они возобновляют координацию действий в области безопасности с армией обороны Израиля. Они остановили эту координацию полгода назад. В чем, собственно, заключается координация? В том, что они должны сообщать Израилю о том, или армейскому руководству сообщать о террористах, о которых им стало известно, и армия этих террористов арестовывает. И вот полгода назад власти автономии отказались от этого действия, и параллельно с отказом от дальнейшего сотрудничества с службами безопасности Израиля, полгода назад это была часть их протеста против политики Израиля и США. И тогда же они отказались получать от Израиля деньги. Почему? Потому что Израиль сказал, что он будет вычитать из этих сумм, которые он переводит автономии, те деньги, те суммы, которые автономия выплачивает террористам. Ну, хорошо сказал Израиль, не хотите брать, не надо. Собственно, когда мы говорим об этих деньгах, нужно, может быть, уточнить, что, по крайней мере, официально речь идет не о подачках, которые Израиль дает автономии, и на которых, собственно, автономия живет, а это как бы налоги. То есть якобы вот жители автономии закупают разную продукцию вне Израиля, она приходит в израильские порты, где с нее снимают таможенный сбор, но этот таможенный сбор Израиль не должен оставлять себе, а должен отдавать его автономии. Как бы вроде с одной стороны все логично, с другой стороны, конечно, это какой-то бред, потому что почему, собственно, Израиль должен отдавать таможенный сбор автономии, а не тратить самостоятельно на инфраструктуру, скажем, Иудеи и Самарии. Но это отдельный разговор, это части того, что раньше называлось соглашениями ОСЛА, так называемые экономические приложения к соглашениям ОСЛА. Так или иначе, по сути дела, деньги, которые Израиль передает автономии, позволяют автономии как-то существовать. Автономия гордо отказалась от этих денег, потому что Израиль сказал, что будет вычитать суммы, которые она переводит террористам, как бы оплачивая убийства израильтян, то есть те террористы, которые сидят в израильских тюрьмах, или те семьи тех террористов, которые погибли, были уничтожены, ликвидированы во время терактов, или сами взорвались. Этим семьям, как мы знаем, автономия уплачивает пособия и пенсии. Сначала Трамп, а потом и Израиль, сказали, что мы платить вам не будем, будем удерживать у вас те суммы, которые вы им передаете. Автономия сказала, тогда и вообще ничего не надо, сидела полгода, ждала, и сейчас они вельможно сообщили, что они готовы брать снова деньги и готовы возобновить сотрудничество с израильской службой безопасности. Внезапная готовность автономии возобновить эту координацию в сфере безопасности и принять деньги от Израиля явно должна стать таким жестом доброй воли в отношении возможного президента Байдена и его команды. Ну, если, так сказать, Байдену удастся пробраться все-таки в Белый дом. За последние две недели члены команды Харрис Байден ясно дали понять на открытых и закрытых форумах, что сразу же после вступления в должность, если таковая состоится, они намерены восстановить политику администрации Обамы на Ближнем Востоке, ориентированную на палестинских арабов. То есть в этом смысле, конечно, в Рамале и в Газе сейчас празднуют вовсю в ожидании и в предвкушении того, что все так хорошо сложится. Ну и комментируя заявление команды Харрис Байдена, представитель автономии объяснил ранее на этой неделе, что мы, мол, получили много положительных обещаний от команды Байдена за последние несколько дней и с нетерпением ждем возможности открыть новую страницу с администрацией Байдена после ущерба, нанесенного администрацией Трампа. Согласно израильским политическим источникам и оценкам, команда Байдена намерена возобновить переговоры между Израилем и Организацией освобождений Палестины на основе давних договоренностей ОСЛО. И источники утверждают, что для этой цели команда Байдена даже, так сказать, вытащила из Нафталина, вытряхнула пыль и привела в чувство давнего посредника еще времен ОСЛО Денниса Росса. А давний заместитель Росса Арон Дэвид Миллер на этой неделе уже написал в канадской газете National Post целую статью, в которой утверждает, будто прежний президент, нынешний президент Дональд Трамп был плохо для Израиля и хорош только для премьер-министра Бенемина Натаньяу. Так на голубом глазу этот Арон Дэвид Миллер, знаете, как они пишут, я как еврей, и дальше начинает антисемитскую пропаганду. Так вот, Арон Дэвид Миллер, он объясняет, что Трамп был хорош только для Натаньяу, для Израиля то он не был хорош. Конечно, признание голландских высот подавление БДС движения бойкот это все, конечно, было только для Натаньяу. Нам, изрильтянам, конечно, с этого ничего не было. Вы понимаете сами. Так вот, Миллер настаивает на том, что Байден будет хорош для Израиля и, следовательно, плохо для демократически избранного премьер-министра, то есть для Натаньяу. И Миллер утверждает, что Израилю будет лучше, если США вновь привлекут внимание мировой общественности к палестинским арабам и присоединятся к европейцам, склоняющимся перед Ираном и его программой создания ядерного оружия. То есть нас как бы пытаются убедить, что война — это мир, свобода — это рабство и так далее. И, мол, Израилю будет же хорошо, если снова мы начнем говорить с арабами палестинскими о том, как лучше нас уничтожить, какие куски отдать сейчас, какие потом и так далее. Ну и с Ираном, соответственно. Так вот, напомню, что в 13-14 годах Мартин Инди, вот этот самый, которого сейчас вытихнули из Нафталина и готовят в посреднике ближневосточный, он возглавлял переговорную группу тогдашнего госсекретаря Джона Керри. И Индик сделал все возможное, чтобы вынудить Израиль к тому, чтобы Израиль передал подавляющую часть, большую часть Иудеи и Самарии под контроль ООП, чтобы он разделил Иерусалим. И когда Натаньял все-таки удалось выкрутиться и спустить все это на тормозах, Индик злобно обвинил Израиль, мол, вот его усилия, его агрессивные усилия, на самом деле, надо сказать, ни к чему не привели. Они были тогда в бешенстве просто от Натаньяла. И теперь, вернувшись к работе, возвращаясь к работе, Индик опубликовал на прошлой неделе на сайте NBC статью, в которой изложил план, как, по его мнению, Байден должен действовать в отношении восстановления ближневосточной политики Обама. Вот именно так. Индик утверждает, что для продвижения дела мира Байден должен взяться за Израиль, как следует. Байден советует, Индик должен заставить Израиль принять план Керри Индика в качестве основы для переговоров остановить все еврейское строительство в Иудее и Самарии и, конечно же, в Иерусалиме, вынудить Израиль передать земли в Иудее и Самарии ООП. Ну, а арабские государства, которые сейчас поддерживают мирные отношения с Израилем и начали нормализацию, Индик намерен как бы считать, что Байден должен заставить их признать снова палестинское вето, то есть вот пока нет удовлетворения потребностей палестинских арабов, а точнее просто лидеров ООП в Рамале и в Газе, то нет никакой нормализации с Израилем. Советы Индика, они заслуживают внимания в контексте двух других событий, которые произошли на этой же неделе и вот которые, как я уже сказал, вместе, втроем вместе с этим заявлением Индика и вот тем, что нам готовят. Они, в общем-то, не скрывают, что они готовят тут на Ближнем Востоке, это банда, но важно увидеть их в перспективе вот остальных двух событий, которые я тоже считаю полезными отметить. Во-первых, в среду министр иностранных дел Бахрина Абдуллатив Аззаяни прибыл в Израиль с первым официальным визитом бахриинского лидера. То есть, сейчас это стало как бы, ну, вы прибыл и прибыл, израильская пресса так между делом вечером сообщила нам о том, что министр иностранных дел Бахрина прибыл в Израиль. Вдумайтесь на минуточку, как бы, многие из тех, кто помнят еще, как все это было раньше, представить себе, что министр иностранных дел государства Бахрин прибывает в Израиль и он обсуждает здесь дальнейшую нормализацию не о том, как заставить Израиль пойти на какие-то уступки, нет, торговые отношения, на самом деле, военные отношения в противостоянии братьям-мусульманам и режиму Айятоу в Иране и даже о том, как развернуть в Израиле посольство и при этом все это происходит в Иерусалиме, то есть де-факто министр иностранных дел Бахрейна признает то, что Иерусалим является столицей Израиля. Но это все, конечно, израильскую прессу ангажированную ничуть не заинтересовало, но какая-то чепуха, опять на Таньялу там какие-то, что он только не делает, говорит израильская пресса, чтобы избежать суда. Да, так вот, на самом деле то, что говорит израильская пресса малоинтересно, а то, что делает министр иностранных дел Бахрейна достаточно важно. И вот он прибыл в Израиль и был в Иерусалиме и обязался дальше укреплять двусторонние связи между Манамой и Иерусалимом, Манамо, столица Бахрейна, и это уже как бы в момент, когда команда Байдена начинает вот сообщать о том, что она собирается делать. То есть они там что-то сообщают, они говорят, как они будут давить на Израиль и звать арабов снова начать давить на Израиль и требовать от Израиля уступок и только тогда нормализовывать отношения. Вот он приезжает и как бы пускает мимо ушей пропускает эти самые призывы Индика и команды Харис Байден и делает то, что он считает нужным. И в том же духе на прошлой неделе наследный принц Абудаби шейх Мухаммед Бен Зия принял приглашение президента Рувина Ривлина посетить Израиль с официальным визитом. Еще не прибыл, но приглашение принял и визит Аль Заяни из Бахрейна, как и заявление Бен Заяда, одним словом указывает на то, что партнеры Израиля по соглашениям Авраама совершенно не намерены следовать совету Индика и подчинять свои национальные интересы прихотям отрехлевшего руководства ООП. Пока Израиль не уступит свою землю палестинским арабам. А те говорят, но те ничего не говорят, они просто продолжают дружить с Израилем, потому что, по сути дела, то, что они делают, они не делают одолжение Израиля. Они-то не делают это как одолжение Трамп. Они делают это, потому что им это выгодно. Потому что те экономические дивиденды, а главное те военные дивиденды, которые они извлекают из экономического и военного союза с Израилем в противостоянии братьям-мусульманам и шоидскому Ирану, для них гораздо важнее, чем вот эти самые капризы Хамаса или Абу-Маза. И, похоже, они не слишком настроены прислушиваться к брюзжанию лидеров палестинских арабов, поскольку в прошлом месяце официальный представитель Объединенных Арабских Эмиратов назвал просто палестинскую администрацию и Хамас коррумпированными убийцами, а в прошлую пятницу саудовский публицист Усама Ямани опубликовал в поддерживаемом режиме газеты, но, собственно, в Саудовской Аравии нет особенно газет неподдерживаемых режимов. Мы не будем забывать, что Саудовская Аравия, хотя она без пяти минут наш друг, всё-таки не демократическое государство. Но в одной из поддерживаемых режимов газетах, газете «Указ», публицист и богослов Усама Ямани публикует статью, в которой, по сути дела, подрубает, как бы уничтожает, выжигает важнейшую исламскую претензию палестинских арабов. Название статьи «Где находится мечеть Аль-Акса?» «О, мы знаем, мечеть Аль-Акса находится на храмовой горе, конечно». «Нет, — говорит Ямани, — нет, нет, нет. По мнению Ямани, утверждение братьев-мусульман и палестинских арабов о том, что, мол, Аль-Акса, то есть место, откуда исламский пророк Мухаммед стартовал во время своего ночного полёта на небеса, и ему там открылись всякие важные, с точки зрения ислама, моменты, это как бы очень важное место для ислама, это действительно может быть названо как третье по важности место после Мекки и Медины. Так вот, это место Аль-Акса, крайнее, она, по мнению братьев-мусульман и палестинских арабов, находится в Иерусалиме на храмовой горе. Так вот, — говорит Ямани, — это утверждение ложно, поскольку в соответствии с истинным, ну, на самом деле, уточним, не столько истинным, сколько с саудовским ваххабитским подходом, Аль-Акса, на самом деле, находится в Джаране, то есть в 30 километрах к северо-востоку от Мекки, то есть там же, где Мекка и Медина, что гораздо более логично. Собственно, на самом деле, это не столько даже ваххабитский подход, сколько подход, который был общепризнанным и понятным до самого недавнего времени. И здесь следует сделать, может быть, небольшой исторический экскурс. Дело в том, что вообще откуда взялся миф о том, что Иерусалим является третьей по важности святыни Ислам. Всё это уходит в раннее Средневековье, к Амиядам. Амияды — это была династия арабская, одна из первых. Они правили из Дамаска. И в рамках, так сказать, своего правления, конечно, они часто грешили. А как правоверный мусульманин может искупить свои грехи? Йом-Кипура у него нету, прийти в синагогу он не мог побить себя в грудь раз в году и признаться в том, что он грешил и покаяться, и как бы очиститься. И индульгенцию купить он, соответственно, тоже не мог. Для того, чтобы очистить от себя от грехов, мусульмане должны были идти в Мекку, совершать хадж. И, сделав хадж, они как бы снимали с себя все неприятности. В Дамаске амияды жили на широкую ногу и совершали много всего такого. И вино там лилось рекой, и другие какие-то, так сказать, грешки за ними водились. Поэтому хождение в Мекку и вообще хадж было для них очень важным. Ну и вообще как бы Мекка — это Мекка, хадж — это хадж, все было очень хорошо. И тут в Саудовской Аравии, но тогда еще не в Саудовской Аравии, в окрестностях Мекка и Медины, мы говорим об раннем Средневековье, происходит восстание. И местные, собственно, как бы святые места ислама переходят в руки фанатиков, которые говорят, мы этих из Дамаска грешников вообще пускать сюда не будем. И не хотят пускать. А армия в это время вся, она в Северной Африке и в Испании. Она там ведет завоевание. Ее не пошлешь в Саудовскую Аравию, потому что далеко очень. И нужно что-то срочно как-то выкручиваться. И тогда халифы берут за бороды своих мудрецов. Мудрецы говорят, ну можно тут как бы вот так вот схимичить. Значит, есть такие толкования, которые говорят, что вот Элякса, там же не написано точно, где она. Ну, конечно, считалось она, что она где-то возле Мекки. Но на самом деле можно предположить, что Элякса находится в Иерусалиме. Иерусалим тут совсем недалеко от Дамаска. И это третье по важности место Элякса. И если нас не пускают в Мекку и Медина, ну давайте будем ходить в Хадж в Иерусалим. И они удачно ходят в Хадж в Иерусалим. Все замечательно. Потом армия возвращается из Испании. Они идут в Мекку и Медину, вышвыривают оттуда повстанцев, которые их не пускали, фанатиков. И тут же отматывают назад все свои толкования. Говорят, нет-нет, конечно, это вот как бы неправильное было толкование. Надо все-таки ходить в Мекку и в Медину в Хадж. И ходят в Мекку и в Медину в Хадж. Проходит еще какое-то время, проходит несколько веков, и приходит Салахаддин. Салахаддину нужно изгнать из Иерусалима крестоносцев. Ему нужна какая-то идея, которая заставит объединиться мусульман и убедит их в важности от воевания Иерусалима. Салахаддин — политик и практик. Ему как бы важно занять территорию и уничтожить центр крестоносцев, своих врагов. Но ему нужна какая-то идеология под это. И он извлекает старые свитки и старые предания, которые использовались в Дамаске за 400, по-моему, лет до него, ну, за 300 где-то. И начинает это снова, поднимает важность Иерусалима. Иерусалим освобожден. После чего его богословы снова отматывают все назад и говорят, нет-нет, конечно, никакой святости в Иерусалиме особой нету, ну, не больше, чем в других городах. Вот Мекка и Медина — это наше все, туда и будем ходить в Хадж и так далее. И снова все забывают про эти самые традиции, пока, наконец, уже в начале 19-20 века происходит следующее. Вы помним, что в Саудовской Аравии Турецкая империя распадается. В Саудовской Аравии начинает править клан Сауда. И из Саудовской Аравии, из Мекки и Медины, Сауды вышвыривают, выпинывают шарифов, семейство шарифов, то есть тех, которые станут впоследствии королями в Иордании, которых англичане пригреют к себе. И Абдала, которого садят королем в Транс-Иордании, на земле, которую забирают англичане у евреев, как раньше они обещали, Абдала должен срочно придумать себе какое-то святое место, потому что, во-первых, это поднимет его статус. Во-вторых, он же шариф, он же хранитель святынь мусульманских. А какие святыни? У него ничего не осталось. И вот он говорит, так вот, Иерусалим, и снова разматывается вся эта история, и снова мы узнаем, что Иерусалим является третьим по важности местом для мусульман. И с тех пор эту песню очень любят петь братья-мусульмане и, конечно же, лидеры палестинских террористов, потому что это объясняет, почему же им так нужен Иерусалим, почему они не могут отдать уже евреям и жить мир. И вот сейчас саудовцы, которые до сих пор молчали, они теперь припомнили все обиды, которые делали палестинские арабы и все оскорбления, которыми они подвергались, и начинают бить в ответ. И бьют они очень больно. Они выбивают табуретку фактически из-под палестинских арабов и говорят, да кто вы вообще такие? Да за что вы вообще бьетесь? Да Иерусалим вообще не является святыней. Эль-Акса, о которой вы там все время хноете и брюзжите, она вообще у нас, в Мекке и Медине, а вы к этому никакого отношения и не имеете. Ну понятно, излишне объяснять, что если суннитский арабский мир за пределами орбиты влияния братьев-мусульман примет эти взгляды ваххабитов, то есть в общем-то вернется к тому, что было еще сто лет назад, поддержка арабами войны палестинских арабов против Израиля, она просто как бы сойдет на нет практически. И это будет независимо от того, кто сидит в Белом доме. Байден или Трамп или кто-нибудь еще. И вот это было второе событие, появление как бы с одной стороны арабского высокопоставленного министра в Израиле Бахрейнского, обещание из Амиратов и удар саудовцев по палестинским арабам. Это все в контексте того, что Байден как бы намекает активно, что он собирается перекроить карту Ближнего Востока и снова все отмотать к обамовским временам. И вот на этом фоне третье дипломатическое событие это, конечно же, исторический визит госсекретаря США Майка Помпео в Самарию, в еврейскую Самарию, на винодельню в поселении Псагот. Винодельня Псагот, она отмечена наградами многочисленными по всему миру. Она активно продает свое вино в Америке. Мы об этом даже пару лет назад, Сергей, с вами разговорили и рассказывали. Я сам был на этой винодельне, и мы рассказывали об этом вине. И даже оказалось, что в Америке многие из наших слушателей знают, где можно купить это вино Псагот, в винодельне Псагот. И из-за того, что, видимо, она так хорошо продается, это вино продается, марки этой винодельни продаются в Америке, она стала одной из главных целей вот этой антисемитской кампании движения Байкот, изъятия инвестиций, санкций, БДС против Израиля. И когда, так сказать, год назад примерно владелец этой винодельни он назвал одну из новых марок своего вина Помпео в честь государственного секретаря Помпео, после того, как тот выступил с очень знаменательным решением отказаться от давней позиции государственного департамента о том, что еврейские общины за пределами линии прекращения огня 49-го года, то есть еврейские общины иудеи и самарии, они, по сути дела, незаконны. Так Госдепартамент считал до прошлого года, и потом пришел он, и потом Майк Помпео пришел и сказал нет, это все ерунда. Доктрина Помпео определила, что в еврейских общинах в этих районах нет ничего противозаконного. И вот в честь него было названо новое вино, и вот сейчас Помпео приехал в Израиль и попал на, приехал в Самарию на эту винодельню, где попробовал вино, которое названо в честь него. Ну и, конечно, это очень важный символический шаг. До сих пор ни один госсекретарь США никогда не приезжал еврейскую идею в Самарию, поскольку такой приезд, даже если он неофициальный, он является своего рода подтверждением, признанием того, что это действительно израильская территория. Ну и Помпео приехал, конечно, не только в Самарию, он вообще-то был в Иерусалиме, встречался с Натаньял, но когда уже на встречах, официальных встречах в Иерусалиме, Помпео снова вернулся к этой теме, и он сказал, что БДС это, по сути дела, рак, раковая опухоль. И он заявил, что мы признаем эту глобальную компанию БДС антисемитской и лишим финансирования. Признание антисемитской США, по нынешним законам США, которые пока еще не успели переделать вот эти вот самые бандиты из команды Байден и Харрис, это очень серьезно, это лишает финансирования, и это ограничивает возможность контакта с ними, и нанести такой удар действительно по врагам Израиля, это очень серьезный серьезный шаг. Поэтому визит Помпео это не просто имиджевая победа Израиля в его долгой борьбе с теми, кто отвергал само право на существование. А визит Аль-Заяни не был просто формальностью. Оба визита, как решение Бен Заида приехать в Иерусалим, обещание представителя Эмиратов, и статья Ямани, выпущенная в Саудовской Аравии, это, по сути дела, знак и Байдену, который фактически говорит о том, а знаешь, Байден, со своими идеями вернуть все к Ближнему Востоку Обамы, шел бы ты куда подальше. И с другой стороны, явное приглашение правительства Натаньял максимально эффективно использовать оставшиеся месяцы, пока еще Трамп в полной мере президент, и ничего плохого не случилось, дай бог не случится, но кто знает. Ведя свои юридические баталии против того, что выглядит сейчас как грубейшая фальсификация выборов, и которые, возможно, приведут к победе Байдена. Президент Трамп работает над закреплением и упрочением своих достижений, особенно в международных делах. И нынешнее недавнее решение Трампа уволить министра обороны Марка Эспера, который все время ему противоречил, и других ключевых должностных лиц Пентагона, и заменить их другими профессионалами, которые разделяют его стратегические взгляды, рассматривается, в общем-то, сейчас, скорее всего, в ключе того, что Трамп обещал хочет сдержать свое обещание вывести войска из США, американские войска из Афганистана через 19 лет. Он обещал это в 2016 году, и мы знаем, что Трамп держит свои обещания. Но не исключено, что вот эта смена руководства Пентагона Трампом будет иметь и другие последствия, в том числе в отношении Ирана и его ядерной программы. На этой неделе, кстати, New York Times сообщила, что после выборов Трамп просматривал возможность военных действий против ядерных объектов в Ирана, но его убедили отказаться от этого. Трудно оценить достоверность этого отчета, но кажется очень неправдоподобным, что официальные лица администрации, которые действительно участвовали в секретных обсуждениях подобного рода, поделились бы подобными сенсационными материалами с изданием, которое последние четыре года просто поливало Трампа грязью и шельмовало. То есть, скорее, можно предположить, что New York Times, как обычно, все это придумал, наврал, грубо говоря, и для того, чтобы еще больше, скажем, навредить и напакостить нынешней администрации. Что мы действительно знаем из последних четырех лет лидерства Трампа в политике США в отношении Ирана, так это то, что Трамп не стремится напрямую воевать с Ираном, но, с другой стороны, и не мешает союзникам США это делать. Ранее, на этой неделе, сообщалось, что Израиль, в общем, неохотно, но все же предоставил команде Байдена свои соображения в отношении возобновлений вот этих ядерных отношений с Ираном. То есть, как бы, Израиль передал свои соображения о том, почему, с его точки зрения, не стоит снова начинать вот эту всю историю с возобновлением сделки с Ираном, чем собирается, собственно, заняться Байден. Но пока Натаньял и его советники готовятся к возможному приходу администрации Байдена, им надлежит, видимо, все-таки, как бы, это было бы очень разумно и важно воспользоваться нынешним дипломатическим и стратегическим положением дел, чтобы свести к минимуму и, видимо, именно в этом ключе надо понимать на этой неделе ночью Израиль очень жестко отбомбардировал позиции иранцев в Сирии. И это был, скорее всего, такой знак о том, что Израиль не собирается останавливаться, даже если сейчас в Вашингтоне будет не настолько дружественное правительство, как было раньше. При этом правительство Саудовской Аравии и других арабских стран они публично говорят Байдена о том, что не стоит возобновлять ядерный переговор с Тегераном. И в этом смысле Израиль это делает как бы очень аккуратно и через посредников. Арабы говорят об этом совершенно открыто. Но, иными словами, Израиль и арабы находятся сейчас, абсолютно говорят, в унисон. Не пытайтесь вернуть Ближний Восток к Ближнему Востоку Обамы. Что касается палестинских арабов, в своем заявлении Индик презрительно написал, что, мол, сделка Трампа, имеется в виду вот этот мир между Израилем и палестинскими арабами, о котором мы говорили, должна быть снята со стола, когда он идет из Белого дома. Усилия команды Байдена на сегодняшний день показывают, что он полностью разделяет позицию Индика и намерен начать с того места, на котором Инди, Керри и Обама остановились четыре года назад. Но, как показывает визит Помпео на Венедельный Пасагод, на данный момент сделка века Трампа, которая поддерживает суверенитет Израиля над израильскими еврейскими общинами в Иудеи и Самарии в долине реки Иордан, она все еще актуальна. И лидеры еврейских общин в Иудеи и Самарии сейчас призывают правительство Израиля использовать следующие два месяца для того, чтобы нормализовать статус молодых еврейских поселков Израиля в этих районах. То есть максимально строить, максимально разрешать строительство и, может быть, даже продвигать суверенитет. Безусловно, имеет смысл последовать этому совету со всей успешностью. И не менее важно, чтобы правительство вернуло право принятия решений по планированию строительства в Иудеи и Самарии и в Иерусалиме, местным советам по планированию. Потому что в свое время Обама вынудил Натаньяу сделать так, что любое строительство дома в Иудеи и Самарии требует подписи премьер-министра. Сейчас оно нужно отменить и снова сделать так, чтобы строительство в этих поселках было обычным. Мэры, начальники поселений, совета поселений разрешают в своих поселочках, в своих городах строить. Не через премьер-министра, чтобы это все не превращалось в политическое решение. И более того, перед лицом открытой враждебности, которую сейчас выражает команда Харрис Байден по отношению к правам собственности, суверенным правам Израиля, в Иудеи и Самарии, было бы в высшей степени разумным и действительно очень срочным вопросом получить разрешение Трампа на применение суверенитета, на развертывание суверенитета в Иудеи и Самарии и в долине реки Ордан в рамках мирного плана Трампа. И хорошей датой для такого шага был бы 23 декабря, четвертая годовщина того дня, когда администрация Обамы фактически продвинула резолюцию 2234 Совете Безопасности ООН, которая оклеветала еврейские поселения и кварталы в Иерусалиме и называла их вопиющим нарушением международного права и серьезным препятствием на пути достижения решения о существовании двух государств и справедливого, прочного, всеоблемующего мира. Это была ложь, это было вранье. Не нарушают еврейские поселения международных прав. Это суверенное право Израиля строить там и жить там и развивать там эти места. И поэтому сейчас было бы полезно и красиво 23 декабря ровно через 4 года после этого злобного и уживого решения Совета Безопасности начать суверенитет. Соглашение Авраама одним словом открыли эру всеобъемлющего мира и решение на основе создания двух государств, которые сейчас пытаются снова вернуть жизни, может быть жизнепособным только в том случае, если Израиль будет иметь безопасные границы, если палестинские арабы признают национальные права еврейского народа на его исконную родину, которая включает в себя разумеется и объединенные Иерусалимы, общины в Иудее и Самарии, долину реки Иордан. И как ясно было сказано в доктрине Помпео, озвученной вот еще год назад, израильские общины не являются незаконными по своей сути. И Израиль имеет суверенные права на Иудею и Самарию в соответствии с международным правом. Короче говоря, события последних нескольких дней ясно показывают, где мы находимся и куда идем. И крайне важно, чтобы Израиль воспользовался тем, что нам нужно для защиты своих интересов, поскольку в январе, как мы понимаем, он может оказаться в совершенно иной дипломатической реальности. Вот так. Спасибо, Александр. Давайте мы сделаем небольшой перерыв, после чего вернемся, продолжим. Я напомню, телефон студии 847-400-5200. И обращаясь к нашим радиослушателям, вот после рекламы вы сможете позвонить, если у вас возникли вопросы или вы хотели бы получить вопрос, который вас давно мучил в течение недели. Звоните. Открытый диалог с Александром Непомнящим. Продолжаем нашу программу. И, как и обещал Александр, давайте, наверное, попробуем все-таки принять звонки. Я напомню, телефон студии 847-400-5200. И первый звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день, Александр. Добрый день, Сергей. Спасибо опять за прекрасный анализ ваш, который вы проводите. Я хочу немножко продолжить это и спросить вас такой вопрос. С первого дня существования государства Израиль, неважно, кто стал властью, Бен-Гурион или Минахин, Бегин, они всегда заявляли, что они никогда не присоединятся к никакой коалиции, включая НАТО, и будут за кого-то воевать. Как вы видите на теперешнюю ситуацию в связи с тем, что Израиль устанавливает дипломатические отношения с мусульманскими и арабскими странами, которые видят в лице Израиля защитника и очень сильную страну военного отношения, экономическое и так далее, и так далее, для войны, в крайнем случае, с государством Иран. Хотя, вы знаете, Израиль в протяжении всей своей существования всегда, когда, как мог, и чем мог, помогал Америке, когда они захватили радиоколекционную установку, советскую, новейшую, на Синае, когда захватывали самолеты на земле, и передавали американцам, не говоря, что ваш славный генерал, Моши Даян, его послали в Витам, чтобы он сделал свои анализы, и тогда, я помню, прокатилось в виде, что американцы дают 400 танков за Моши Даяна, чтобы он стал генералом американской армии, и так далее. Это продолжилось. Но вы видите, что такая ситуация возможна, что будет коалиция между Израилем и этими арабскими странами, которые не любят и боятся Иран, воевать против них. Как вы на это смотрите? Спасибо, я с удовольствием послушаю вас на радио. Спасибо. Честно скажу, я бы, конечно, предпочел бы, чтобы как-то все обошлось без войны. Но то, что сегодня совершенно ясно существует военная коалиция Израиля и сунитских арабских государств, Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, Пахрейна, Судана, возможно, еще нескольких государств против как бы двух сил, братьев-мусульман с одной стороны, как общемирового движения, и шиитского иранского режима Аятол, с другой стороны, этот военный союз уже существует. Мы говорили на прошлой неделе, что Объединенные Арабские Эмираты развернули полевой штаб своей разведки у нас на голландских высотах. И этот полевой штаб работает с группировками, воюющими против Башара Асада и иранцев на сирийской стороне голландских высот. Мы говорили о том, что иранцы верещат о том, что израильские специалисты уже находятся сейчас в Бахрейне и в Объединенных Арабских Эмиратах и оттуда слушают как бы с границы, слушают не только со стороны Азербайджана, слушают иранскую сторону и исследуют иранцы. Мы говорим о том, что вся закупка боевых военных самолетов огненными арабскими эратами, демократы пытались это представить как угрозу для Израиля. Израиль был не против, то есть у нас тут верещали левые, но правительство Израиля говорило да пожалуйста, пусть покупают. Почему? По двум причинам. Потому что во-первых, эти самолеты управляются сегодня таким образом, что если американская, грубо говоря, если Пентагон не захочет, они просто не взлетят. А во-вторых, потому что и в Америке, и в Израиле, и в Объединенных Арабских Эмиратах понимают, что все эти вооружения закупаются для потенциальной войны с Ираном, для того, чтобы сдержать экспансию иранских аятул и сдержать братьев-мусульман. В этом смысле такой военный союз уже есть. И действительно Израилю нет смысла вписываться в войну суннитов и шиитов между собой. Но сейчас мы говорим о общем интересе Израиля и суннитских государств сохранить стабильность Ближнего Востока против желания Ирана через своих прокси, через хуситов, через Хизбалу, через Абшара Асада разворошить Ближний Восток и обрушить его. Это сочетается с желанием братьев-мусульман. Собственно, доказательство того, что шииты сотрудничают с радикальными суннитскими движениями, типа братьев-мусульман и более радикальными, мы обнаружили совсем недавно, когда стало известно, что убитых в Тегеране арабский террорист, он был не просто так, он был вторым человеком в Аль-Каиде. То есть иранцы на своей территории держали, скрывали от американцев лидера Аль-Каиды, который был уничтожен то ли Моссадом, то ли американскими спецслужбами, то ли ими вместе уничтожен в Иране. Потому что сегодня есть общий фронт. Трамп, Израиль, сунниты против шиитов, не шиитов как таковых, а именно шиитского режима в Иране и братьев-мусульман. И этот союз, даже если из него выпадет байденовская Америка, не дай бог, он все равно останется союзом, который будет пытаться удержать Ближний Восток от кровавой войны и от бойни, которую нам готовят братья-мусульмане и Иран. Следующий звонок. Добрый день, пожалуйста, Филип. Здравствуйте. Уважаемый Александр, если, не дай бог, не удастся восстановить справедливость, и Трамп не будет нашим президентом, возможно ли будет, пока он еще при власти до 20 января, провести все договоры с остальными арабскими странами и заключить подобные договоры, как вы заключили с Арабскими Эмиратами. Еще один вопрос, возможно ли, чтобы Натаньяга попросил Трампа окончательно помиловать Поларда и, наконец, отпустить его в Израиль? Спасибо большое. По поводу Поларда я читаю в прессе, что вот действительно это может случиться уже в самое ближайшее время, что юридические структуры американские не возражают против того, чтобы Полард стал обычным человеком, с него были сняты все ограничения, это значит, что он сможет уехать в Израиль, так что, видимо, с Полардом это действительно решится в ближайшее время. Что касается дальнейших продолжений дальнейшего союза, то я думаю, что он действительно будет развиваться, Израиль будет продолжать нормализовать свои отношения с суннитскими странами, потому что, опять же, это не было жестом для Трампа или для Натаньяла, это действие арабов в своих собственных интересах. Насколько это все продолжится, трудно сказать, но, как я уже говорил, скорее всего, арабы и Израиль будут стоять общим фронтом против шиитских аятол и против братьев-мусульман. Что касается Трампа, то мы понимаем сейчас, что очень трудно его группам судебным каким-то образом доказать фальсификации в нужном масштабе. И, может быть, то, к чему ведет Трамп, я в этом смысле согласен с Дершавицем, что он хочет сделать так, чтобы ни у кого из кандидатов не было 270, и чтобы выборы перешли в Конгресс, и там, в Конгрессе, когда голосовать будут штаты, каждый штат один голос, то, конечно, республиканцы победят. Но до этого еще далеко, до этого предстоит большая серьезная борьба. Получится у него, дай Бог, чтобы получилось, потому что иначе, конечно, Боже хранит. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Алло, здравствуйте, Сережа, здравствуйте, Александр. Как показывает итоги выборов, президентских выборов у нас в Америке, Пайтон убеждает путем сговора мировых левых сил против Соединенных Штатов. Нечто подобное пережило и Израиль. В течение года у вас прошли три выбора, и чуть-чуть Биби на днягу не проиграл, но ему удалось. Если, вот, не дай Бог победит Байден, и что-либо в течение вот этих, вот этого времени, пока Биби увлачивает, делайте ли что-либо, чтобы нейтрализовать влияние СОРОС, не влияние других сил, которые все же имеют колоссальное значение в вашей стране и в нашей стране, и это у нас не удалось, может быть, к вам придет вот такое, скажем, как бы, что понимание того, что с ними надо уже как-то бороться. Спасибо. Сложный вопрос. С одной стороны, безусловно, у нас это понимание существует уже со времен Осло, и с другой стороны, все-таки совершенно ясно, что если Америка не устоит, то обрушится весь Западный, весь свободный мир. То есть Америка, безусловно, является оплотом свободного мира и Израилю в одиночку не устоять, если не будет Америки. Ни Израилю, ни Европе, конечно, ни Австралии, никому из западных свободных государств не устоять без Америки. Поэтому все-таки будем надеяться, что будет чудо и что все-таки не удастся левым опрокинуть и разрушить американскую государство. Но что касается Израиля, сейчас ситуация непростая. Правительство стреножено, потому что в правительстве половина правой, а половина ГАНС, которая является марионеткой фактически вот этих самых сил Дипстейта, Сороса и всего того, что вы говорите. С другой стороны, все опросы показывают, что у правых есть, в целом у правых есть большинство. То есть, если пойдем на выборы, что очень непопулярно, Натаньял не хочет идти сейчас на выборы, потому что это очень непопулярная мера и все может перестроиться, потому что народ будет возмущен, что в разгар пандемии мы идем на выборы. Тем не менее, если выборы будут, то на них, скорее всего, правые в Израиле победят. И здесь очень важно, чтобы сохранился Натаньял, потому что мы понимаем, что никто из израильских лидеров политических не сумеет устоять против давления, которое будет оказывать команда Харрис на Израиль, для того, чтобы ликвидировать Израиль завынудить его пойти на уступки. Но будем надеяться, что Натаньял стоит прочно. Может быть, в следующий раз мы поговорим об очень неожиданном повороте в израильской политике, о нем мы не успели сегодня поговорить, о том, как Натаньял раскалывает арабский список в парламенте, эту коалицию четырех арабских партий, которая оказалась вся от стенки до стенки враждебной Израилю, вдруг оказывается, что там есть слабое звено, Натаньяла его шатает, и это может привести к совершенно необычным и невероятным переповоротам в израильской политике. Но об этом, видимо, мы сможем поговорить уже только в следующий раз. В следующий раз более подробно, а пока давайте принял звонки. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Александр. Знаете, меня не покидает чувство уже много лет, и сейчас оно все более и более, мне кажется, материализующимся, в том, что вообще для Израиля нет никакой угрозы от мусульман. И я объясню, почему. То есть угрозы от мусульман и даже где-то в ближайшее время, может быть, нет, но в более разворотном периоде даже нет угрозы от Ирана. И как я мог перейти к такому, может быть, странному пониманию, просто глядя в Тору. И в Торе, как ни странно, вот описываются отношения евреев с мусульманами и евреев с христианами. То есть, кто такие мусульмане? Мусульманы, мусульманы. Мусульмане — это подонки Ишмаэля, Исмаила, или как его иначе называют. И отношения между иудеями и Исмаилитами не были никогда особенно натянутыми. То есть, был такой Исмаил, он шел, Бог обещал ему, он сын Авраама, Бог обещал ему множественное наследие, оно случилось. И когда Авраам умирает, Исмаил и Исхак вместе хородят своего отца. Абсолютно нормальное дружество, как мы с ним друже, нормальные отношения. И поэтому вот этот аккорд Авраама, он действительно имеет под собой это соответствующее понимание, что это как бы нормальные рабочие, как бы где-то дружественные отношения. Что происходит у евреев с христианами? Это проблема Исхака и Эйсова. Исхаки и Эйсов враги на всю жизнь. Враги до тех пор, пока Эйсов не уничтожит Исхака, он не успокоится. Он пытается сделать много лет, много тысячелетий, естественно не он, это римляне, это греки, это все остальные европейские страны сегодня и так далее. И они пытаются уничтожить евреев и Иерусалим и говорят, если Иерусалим поднимается, опускается Рим. Если опускается Рим, то есть наоборот поднимается Рим, опускается Иерусалим. И что мы видим сейчас? То есть абсолютно нормальное развитие событий, как мне кажется. В Америке приходят те силы, которые становятся европизированными. То есть они становятся на рельсы политики, которые ведут Европа. И это идет объединение, которое в конце концов перейдет к тому, как сказано пророками, что эти страны объединятся и пойдут на Иерусалим. И тогда будет естественно война, которая и так далее, и так далее. То есть опять же, это Тора, это может быть для кого-то ничего не значит, и может действительно в этом есть. Небольшой смысл может быть есть. Для меня это кажется развитие событий, которое подтверждается сегодня. Как вы думаете, что вы думаете по этому поводу? Ну, я не считаю себя достаточно глубоким знатоком еврейской традиции, так, чтобы комментировать, хотя я могу привести цитаты, которые несколько как бы дискутировали бы с вашими цитатами. Но я скажу так, что сегодня действительно израильские продукты продаются уже в Объединенных Арабских Эмиратах, идут на ура. Причем не просто продукты израильские, а продукты из Иудеи и Самарии, то есть поселенческие продукты. И эти продукты продаются в Объединенных Арабских Эмиратах и бойкотируются в Европе. То есть это такая парадоксальная иллюстрация того, о чем вы сейчас говорили. Действительно, именно так. Израиль налаживает свои отношения с арабскими странами по мере того, как отношения с европейцами ухудшаются все больше и больше. Будем надеяться, что все-таки как-то нам удастся удержать равновесие и сохранить Ближний Восток стабильности. Александр, огромное спасибо и до встречи в следующий раз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин